Железнодорожная отрасль встала на путь инноваций. Стратегию на ближайшие годы обсудили сегодня в Москве на конференции объединения производителей железнодорожной техники. О перспективных разработках чувашских предприятий членом ОПЖТ рассказал глава республики Михаил Игнатьев. Сейчас на железнодорожную отрасль работают более 25 предприятий Чуваши. Для нужд РЖД в республике производят цистерны, пульты машинистов, автоматические устройства, обувь. Только за последние пять лет отгружена продукция на сумму 120 миллиардов рублей. Это один из самых лучших показателей в стране. В объединении производителей железнодорожной техники Чувашию называют стратегическим партнером. Сейчас в ОПЖТ делают ставку на программу импортозамещения. Примерно 50% подвижного состава оснащается иностранной техникой. Ситуация требует комплексных мер. Предстоит реализовать и другой масштабный проект строительства ВСМ-2. Уже в 2022 году по скоростной магистрали должны пойти первые поезда. Мечты сбываются. Мы как раз в ходе проектирования работаем с институтами российских железных дорог ОПЖТ. Представили свои предложения, потому что мы сильны электротехническим кластером, промышленностью, машиностроением. И тем самым то, что сегодня есть уже в работе, в разработках, они реально могут быть востребованы при строительстве высокоскоростной магистрали. У нас очень дальние, далекие связи. Практически скорость будет, наверное, уже 10 лет. Как бы установили контакты с администрацией, с аппаратом, который исполняет функции координатора между предприятиями. Я считаю, один из таких немногих, кстати, примеров, где наши взаимоотношения построены на системной основе. Сегодня все предприятия при закупочной деятельности участвуют в конкурентных закупках. И поэтому, что глава республики сказал, очень важно, что продукция предприятий чувашских, она конкурентно способна.